Женские и мужские футболки и майки категории Крем Англия. Мешок весит у нас 10 кг. Первым у нас идет женская футболка, размер указан М, из хлопка. В основном вещи здесь у нас из хлопка будут попадаться. И, наверное, можно сразу сказать одно небольшое замечание, то что будет попадаться больше мужских и женских вещей. Поэтому особо на мужские вещи смотреть не стоит. Размер 2ХС, следующая хлопковая футболка, также марка Амиссо, размер указан М, это у нас майка. Размер СМ, вот такая вот футболка. Следов из носа пока не попадается, если они будут попадаться, я буду об этом говорить, но пока все отлично. Так, здесь у нас следом майка идет, указание размера, так, да, к сожалению, нигде нет. Размер Элька, тоже еще одна майка, также женская. Размер С, это у нас футболка. С какими-то там бесцветными пайетками. Марка Амиссо, размер указан М, это у нас еще одна майка. Марка Гири Выбор. Вот такая вот футболка. Марка Эсмара, размер указан М. Футболка с этикеткой у нас, также без следов из носа. Размер 2ХС. Так, на 10-11 лет это у нас получается детская футболка. Для девочек 44-го европейского размера, следующая футболка. Так, Гири Вебер, это у нас неожиданная танковка. Следов из носа на рукавах я не вижу, на самой танковке также. 34-й, 36-й европейский размер, тоже еще одна танковка, похоже, спортивная. Также без следов из носа, растяжения также нет. Джина Бенотти, размер указан 40-й, 42-й. Это у нас футболка с короткими рукавами. Также еще одна футболка. Вес следов из носа, указания размера, к сожалению, тоже нет. Размер XL. Так, здесь у нас указания размера также нет. Размер М. Тоже футболка из хлопка. Марка Амиссу, размер указан Л. Майка, марка Амиссу, размер также указан Л. Еще одна майка. Так, марка Бонита, размер указан М. Пока вот попадаются в основном женские вещи. В принципе, если даже мужская попадется, наверное, будет тяжело отличить. На марке Клокхаус, также хлопковая футболка. На марке Орсей. Так, марка Колорс, размер указан Л. Тоже еще одна женская футболка. Так, маечка, без указания размера, к сожалению. Марка Есика, размер указан XL. Это у нас даже, наверное, нужно туникам отнести, хотя нет. Все-таки футболка. Еще одна футболка. Так, указания. Ага, вот. Увидел размер, размер указан Л здесь у нас. По ощущениям, да, похоже, хлопок. Размер в следующей футболке также не указан. Тоже хлопок. Так, 42-й европейский размер, марка Джой. Так, размер 8-й. Вот такая вот небольшая женская футболка. Так, марка Зара, 30-й. Нет, европейский размер указан L. У нас майка. Марка Бешка, размер указан L. Тоже еще одна женская футболка. Слегка приталена, небольшой кармашек, если кому-то это очень важно. Так, что это у нас такое? По-моему, майка. По-моему, майка. Правда, я не совсем понял. Так, марка Tommy Hilfiger. Размер здесь у нас не указан. Это у нас еще одна майка пола, наверное. Как-нибудь так можно обозвать. Размер L. Футболка пола. Размер также L. Большая хлопковая черная футболка. Так, здесь у нас следом также еще одна футболка идет. 146-152, указан рост. Так, марка Гири Выбор. Так, 38-й европейский размер. Вот такая вот. Тут цветная футболка, очень такая приятная. Тоже без следов износа. Жанина, 38-й европейский размер. Так, посмотрим, что дальше. Еще одна футболка. Следов износа нет. Указание размер, к сожалению, тоже. Размер M. Так, марка Pink. Это у нас еще одна футболка и слопка женская. С какими-то такими вставками. Размер здесь... Да, размер здесь не указан. 95% хлопка указан в составе. Есть немножко Ластана. Размер SK. Тоже еще одна хлопковая футболка. Так, футболка Polo, марка Bruno Banani. Это, похоже, все-таки мужской вариант. Как раз у нас попался, кстати, первый, который я мог сказать, что действительно мужской. Еще одна женская футболка. Здесь у нас стразы есть. Следов износа на самой футболке нет. Пятен я также нигде не вижу. Так, размер указан M. Это у нас также еще одна футболка полуженская. Так, здесь указания размера, к сожалению, нету. Тоже еще одна футболка и слопка. Так, марка Colors. Размер указан M. Это у нас майка. Так, размер S. Футболка женская. Так, 46-й, 48-й европейский размер. Тоже еще одна женская футболка. Так, здесь указания размера нет. Следов износа также. Так, футболка Polo. Без указания размера. Следов износа абсолютно никаких нет. Состояние отличное. Так, марка ESEKA C&D. Тоже еще одна футболка женская. Марка H&M. Европейский размер указан M. Так. Так, здесь указания размера нет. Это, похоже, у нас детская футболка. Так. Еще одна футболка. Указания тоже размера нет. 46-й, 44-й европейский размер. Футболка с пайетками. По ощущениям, похоже на хлопок. Марка S. Oliver. Размер указан 38-й, 40-й европейский. Тоже еще одна футболка. Марка S. Mara. 44-й, 46-й европейский размер. Однотонная черная футболка. Также без следов износа. Здесь указания размера, к сожалению, нет. Размер указан L. Это у нас следующая футболка. Также из хлопка. Тоже однотонная, кстати. Марка Krivit. 40-й, 42-й европейский размер. Genobi Notte. 44-й, 46-й европейский размер. Так, марка ADC. Размер указан XL. Марка Polo. Размер указан L. Так, здесь указания размера у нас нету. Следов износа также нет. Состояние отлично. Так, размер SK. Марка Street One. 38-й европейский размер. Так, размер M. Марка Tommy Hilfiger. Размер указан M. Так, марка E-Spirit. Также размер указан L. По ощущениям пока вот в основном хлопок попадается. Вообще, по-моему, в синтетике особо не попадалось, конечно. Так, еще одна футболка. И последняя футболка, которая у нас здесь идет. Марка Jack & Jones. Указания размера я не вижу. Тоже по ощущению похоже на хлопок. Давайте, может быть, где-нибудь внизу сохранился размер. Так, да, размера нигде нету. Да, действительно, хлопок. Следов износа никаких нет. На этом все. Продолжение следует...